В последние две недели отмечается заметный рост заболеваемости COVID-19 среди беременных женщин. Как отмечают врачи, к сожалению, вирус нередко приводит к тяжелым последствиям, а в ряде случаев даже к летальному исходу. В красной зоне Республиканского перинатального центра наша съемочная группа пообщалась с будущими мамами и врачами. Слово Асиль Манаповой. Всего коронавирусом в республике переболело 2268 беременных. В большинстве случаев клиника болезни сопровождалась развитием пневмонии различной степени тяжести. Причем частота заболеваемости женщин в положении в 2021 году возросла в два раза по сравнению с 2020 годом. Соответственно, в два раза увеличилась и смертность от нее в этой группе пациентов. В отделении реанимации у нас женщина от Курбановой мера 1994 года с КТ-поражением КТ-3 более 60% поражения. Пациентка находится у нас на высокопоточной оксигенации с большей концентрацией подачи кислорода 51-55%. Пациентке мы прокапали таргетную терапию, также пациентка получает гормональную терапию, внутривенное введение гепарина. За время функционирования этого корпуса у нас пациентов таких очень много, в котором поражение было свыше 60-70%, даже 90%. Несмотря на то, что нам удается помогать им, несмотря на то, что они идут на высокопоточную оксигенацию, нейвазийную вентиляцию, также были случаи интубации трахеи, мы уже в данный момент смотрим на жизнь не ребенка, а чтобы сохранить жизнь матери. Потому что крайне тяжелая ситуация, приходится и провести таргетную терапию, приходится провести и срочные экстренные роды, чтобы защитить мать. И медики, и те, кто перенес коронавирусные инфекции, что называется на собственном опыте, в один голос рекомендуют недооценивать опасности пройти вакцинацию, либо до планированной беременности, либо в сроке после 22 недель гестации. Я родила девочку. У меня, конечно, я очень нервничала, плакала, потому что я не думала, что вот так быстро меня могут забрать, оперировать. Вот заведующая, очень прекрасный человек, я очень рада, что я сюда попалась. Я обращаюсь к всем беременным женщинам. Вот, я вот не берегла себя как-то, не пила лекарства, так как я была беременна, боялась. Но очень пожалела, что не вакцинировалась. Я вот, например, всем рекомендую, и сама бы так же сделала, если бы понимала, что я могу зацепить, соответственно, я бы привилась бы раньше, чтобы во время беременности не принимать такое большое количество лекарств, которые все равно наносят какой-то вред ребенку, соответственно. Потому что вы можете находиться со здоровым человеком, а можете, соответственно, и с больным человеком, который без симптома это проходит. Вы можете и не знать того, что человек рядом с вами может болеть. Поэтому рекомендую всем привиться и сохранить свое здоровье и здоровье родных и близких. Я попала очень тяжело. На 32-й день меня попали мальчик. Девочки, приливайтесь, если не хотите заболеть так же, как и я. Очень тяжело к тебе ходило. У меня эти 40, тяжело дышать. Сейчас волей-менее. Как отмечают медики, вакцинация абсолютно безопасна для матери и будущего ребенка. Наоборот, спасает дитя от влияния вредных лекарственных препаратов и последствий вирусной инвазии. За последние две недели отмечается резкий рост заболеваемости. У нас есть тяжелые случаи заболеваемости ковидом. Несмотря на то, что мы минимизируем препараты, которые используем при беременности, приходится принимать даже таргентную терапию у беременных, несмотря на противопоказания. За 2021 год у нас не было ни одного тяжелого течения и заболевания коронавирусной инфекцией от привитых женщин. Если ранее в ковид-отделении у нас наблюдалось около 30 женщин, то сейчас их более 60. Большая просьба соблюдать масочный режим и не посещать общественные места. Асельма на поводу от Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Субтитры создавал DimaTorzok